Раз я окончила строительное училище, то мы счастливчики в управлении и на стройке могли раз в год ездить бесплатно, по бесплатному билету. В первый свой отпуск, я еще была такая патриотическая, молодая, и я поехала в Брестскую крепость. Я сама хотела там вот все увидеть, но это уже не так уж давно было, не столько далеко было от войны, потому что отец у меня фронтовик, и я хотела хоть сколько-то увидеть, где он был, как, хоть сколько-то это было. Приехала далеким-далеко, хотя ехать надо было через Москву. Я подумала, ну там же город, там же надо быть красивой, я что ж, молодая была. Красивые-то, говорит, не были, молодые-то были, пословица в деревне такая была. Вот и я с этой пословицей поехала, набрала полный чемодан, желтое вязанное платье, думаю, мало ли, мало ли. Через Москву приехала утром на Брест поезд на завтра, ну если задремлешь, чемодан украсть могут, поэтому я так будила-будила, но еще есть хотела. Вот, пришла женщина с кухни в большом бочке, в эмалированном, в огромном, принесла сосиски. Вот я одну съел, посижу, вроде хорошие, вкусные сосиски, еще. Короче, я заняла, наверное, 10 сосисок съела, потому что боялась куда-нибудь отойти, где-то пообедать. Вот, все-таки пришел час, как надо ехать на Брест, а поезд чистый, совсем другой, считай, за границей, Брест. Зашла, удивилась, что в туалете есть зеркало и даже полотенце с мылом. Никто не кранет. Удивилась очень. Короче, еду, все было интересно. Приехали. Что же, да, я в гостиницу устроилась. Там тоже все чисто, красиво. Утром пошла искать Брестскую крепость. А там не было ни мемориалов, еще ничего. И как бы руки не доходили, и все это еще стояло, как было, почти так же. Правда, музей был, и черно-белое кино, снятое, документальное, и его показывали. Это входило в экскурсию. Значит, экскурсоват входит, рассказывает, что тут бук, река, и туда люди за водой ходили, и их всех убивали, и что были женщины, и роженицы, и как их надо было спасать. И как люди в этом городке приняли на себя первый бой, и стояли насмерть. И столько во мне гордости, столько во мне силы за наш народ, за моего отца. И, в общем, все я там ходила и щупала целую неделю. А еще у города, а у них как-то такие здания, если у нас дом, и словно, из кирпичей, то крыша деревянная, но нет, сходится. А у них как-то этого деревянного нет, а все кирпичи. Ну, они поуже, поуже, поуже. И вот весь этот лоб у дома тоже кирпичный. Нашла я один такой дом, может, он был какой-нибудь складом, может, он еще чем был, но он весь был выщерблен пулями поглубже и поменьше. То есть это вот война, этот дом, эта стена, она пахла войной тем временем, теми трудностями, тем горем. И вот ходила я там, все щупала, смотрела, представляла, что моему отцу тоже был, он был молодой. Представляете, он служил в армии, и надо было ему идти домой, мобилизоваться, и началась война. А потом, он был гвардей-сержант, заряжающий на Катюша, а хлюпиков туда не принимали, потому что снаряд-то больше 30 килограмм и грохот. А если в плен попадешь, просто каких-нибудь, ну, слабых людей характером и не брали туда вдруг, будут пытать. Вдруг, в общем, отец у меня был герой, он закончил войну в Австрии. А потом всем бы домой и опять, говорят, на малую землю. Самолетом их увезли, и там еще Брежнев писал о малой земле. Еще там три или четыре месяца война была. И вот, представляете, счастливая я, отец мой живой вернулся, чтобы меня родить. Я придумала, что, наверное, его звали домой ласточки-береговушки. Когда он уходил на войну, у него не было моей мамы-невесты, у него не было матери и отца. Он был сирота. И ему и домой-то не к чему шибко спешить. А главное, друзья, они оставляли его все и говорили, да у нас такие красивые девки, найдешь у нас доярах или кого, оставайся, оставайся ты наш друг, проверенный войной. Мы на тебя надеемся, молодой, сильный, ты нам нужен, оставайся у нас. А его, наверное, эти ласточки-береговушки у нашей реки Ниццы, они делали норки прямо в береге и жили там. А как дождик, эти ласточки прямо чуть ли животом касаются воды. Так вот, я придумала себе, что отцу снились наши ласточки-береговушки, и потому они и звали, наверное, его домой. Приехал домой. Николай Никола, сирота, выбрал маму. Она тоже простая, работящая. Немного прожил после войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...